Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь во Христе пришел спасти нас всех. Всякого человека всем даровано спасение и славным земли, можно сказать, и убогим, и богатым, и нищим, и шибко талантливым, и, по видимости, не блещущим какими-то особыми талантами. И зависит все, конечно же, от веры или неверия. Потому что спасение Господом устроено, осуществлено благодаря Его крестной жертве, благодаря самому Его схождению в мир, Боговоплощению. Но воспринять плоды воскресения Христова и Его крестной жертвы, зависит действительно от веры или неверия. Что в основе выбора этого между верой и неверием? Редко бывает так, что человек был неверующий, теплоохладный, не задумывающийся о своей жизни, не ищущий истины. И вдруг его как озарило в одночасье, и вот он стал таким верующим, таким, можно сказать, огненным, исполненным полноты благодати. Так, по сути, не бывает. Бывает, человек с детства воспитан в вере, но и то это еще не является гарантией, то, что он будет свою жизнь осуществлять по-христиански. Это некое только подспорье, предрасположенность. Все равно, когда человек, даже будучи воспитан с детства в церкви, достигает совершеннолетия, вера должна в нем начать осуществляться на таком уже сознательном личностном уровне. Как еще иногда говорят, вера должна быть выстрадана. Это действительно так. Не обязательно, что это должно сопровождаться какими-то внешними великими скорбями, но внутренний человек должен действительно осознать, что он без истины, без Бога, без Христа, ничего не может, по сути, в этой жизни осуществить. А самое главное даже дело не в том, что он не может это осуществить каким-то внешним образом. Мало ли чего человек может, много чего может, одними только естественными силами, изначально данными, Богом же, впрочем. Но без Христа, без истины, даже если много можно чего осуществить, все это может оказаться бессмысленным, потому что все равно заканчивается памятником на кладбище. Пусть даже это будут первые аллеи кладбища, пусть даже это будет в полный рост, с богатым мрамором памятник, а смысл? Если нет жизни вечной, если нет жизни вечной, благой во Христе. Смерть в этом смысле, если за ней ничего нет, все обессмысливает полностью окончательно. И только победа над смертью во Христе, и сам Христос, как истина, действительно всему придает, дарует смысл. Но когда в человеке действительно осуществляется этот выбор между верой и неверией, мало того, как он у нас осуществляется и должен осуществляться каждый день, между выбором в пользу истины, исполнения заповедей, и отказом, может быть, в какой-то момент, малодушным от этого, нежеланием этого, это, вообще-то говоря, определенная тайна, тайна личного выбора самого человека. Но мы можем заметить, что Господь не просто однажды осуществил наше спасение 2000 лет назад, о чем повествует евангельская история. Господь продолжает о каждом человеке, о всем человечестве промышлять, чтобы этот выбор в пользу веры и неверия осуществлялся бы спасительным образом. Господь примиряется к нам, к каждому человеку, и в том числе к возможности нашего выбора, и старается все сделать, чтобы мы этот выбор бы осуществляли в его пользу, в пользу истины и собственного спасения. Сама евангельская история об этом непосредственно свидетельствует. Вот мы слышим, видим эпизод, когда Господь, по сути, осуществляет воскресение дочери начальника синагоги Иаира. Но как Он это делает? Он это делает прикровенным образом. Он не делает это демонстративно. Причем Он примиряется, по сути, к маловерию самого начальника синагоги. Одновременно, прежде чем осуществить воскресение Его дочери, уже умершей, Он исцеляет кровоточивую, которая 12 лет страдала этим недугом и все свое имение извила на врачей, как говорит евангелист, что характерно, дочери начальника синагоги тоже 12 лет. Она ровесница недуга этой женщины. Но женщина исполнена верой, верой деятельной, верой, что она может исцелиться, если прикоснется хотя бы к краю рис Христовых. И она на пути этом преодолевает толпу, которая окружает Господа. А самое главное, она преодолевает страх перед тем, что она нарушает закон. В ее недуге она считается нечистой, и ей нельзя никому прикасаться. А тут к самому Христу. И она это совершает, да и не для окружающих, но не для Господа. И она исцелевает. А Господь решает засвидетельствовать, что это чудо произошло, и спрашивает, а кто прикоснулся ко мне? А апостол удивляется, он тут целая толпа тебя окружает, а ты спрашиваешь, кто тебе прикоснулся. Тут десятки, сотни людей к тебе прикасаются. А Господь говорит, я чувствую, что сила изошла из меня. Но, конечно же, он знает, кто прикоснулся к нему, но он хочет засвидетельствовать ее веру. И женщина это исповедует, и он говорит, дерзай, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Вот начальник синагоги, он не таков. Он такой верой не обладает, он из последней надежды умирает дочь единственная. Это же так понятно, что человек будет хвататься за все, за последнюю сваломинку. К экстрасенсам пойдет, всех врачей пройдет, кому угодно обратиться. К Богу тоже заодно свечку поставить, помолиться, у священника спросить, что делать, как быть. Услышит, если священника, хорошо, может не услышит. Так, видимо, этот Иаир, начальник, не больно кто, не последний человек в Израиле, начальник синагоги, уже, видимо, за одной из последней надежды к этому чудотворцу приходит, видимо, слышит слух о Христе. И Господь ему говорит, не бойся, только веруй. Говорит, обращает его внимание, что его вера все-таки имеет значение. Призывает его к вере, подталкивает. И, не доходя еще его дома, приходит уже от него же и говорят, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. Ну все, умерла и все, что теперь бесполезно. Все. Ну и учителя что-то дергать. Все кончено с дочерью единственной. А Господь говорит, да нет, не бойся, и цела будет, здрава будет. Приходят к дому, говорят, что да, все, уже поздно. Он говорит, не умерла, но спит. И над ним смеются, потому что отлично знают, что умерла. Ну против смерти не попрешь. Как бы нам не обещали в наши дни, в нашу эпоху, что вот-вот скоро медицина такого уровня достигнет, что старость будет побеждать. Еще там с генами надо помудрить. Есть же какой-то ген, который там за старость и умирание отвечает. То есть не Бог, а ген. Сейчас мы его расшифруем окончательно, эту цепочку взаимосвязей, изобретем, как его там подправить, и смерть будет старе не побеждена. Но если кирпич на голову упадет, уже, да, проблемка. Причем если человек, действительно, человечество доживет до видимости того, что смерть вот уже побеждена, кирпич, который падает на голову, или еще что, это же какая будет великая трагедия неизбывная. Ген-то еще можно поправить, а как кирпич, если он черепную коробку разнес. Это, наверное, посложнее, чем ген какой-то подправить будет, увы. Но такого рода драматургия, она все более реальной становится, но еще пока мы до этого, слава Богу, не дожили. А то какое же будет искушение и соблазон в таких коллизиях. Но еще не факт, что это все медицинно осуществит, потому что он с каким-то ковидным, корона, там, чего, вирусом справиться не может, и всех в панику вогнало всемирным. А всего-то какой-то вирус, так сказать. Может быть, там, с помощью современных технологий, как боевое какое-то, вещество произведенное. Да какая разница? Бог где? Когда об этом человек современный, какой-нибудь там, РОС, ВОЗ, чего я уже забыл, там, потребнадзор, рассуждает, так сказать. О Боге в этом страхе все позабыли почти. Вот что пренеприятно. И вот, возвращаясь к воскрешению дочери начальника синагоги, мы видим, что над Господом смеются, а Он входит к ней и всех выгоняет. Потому что смеются, потому что не готовы уверовать, потому что не могут быть свидетелем Его воскрешающей силы. Это только для немногих, оказывается, возможно лицезреть, готовых к этому восприятию, к восприятию воскресения, которое осуществляет Господь, в данном случае применительно, к дочери начальника синагоги. Берет ее за руку и осуществляет силой божественной ее восстание из мертвых. И говорит, что дайте ей есть и никому не рассказывайте об этом. Бесполезно. Если человек личностно не готов к восприятию воскрешающей, обновляющей, исцеляющей от греха силы Божьей, бесполезно это демонстрировать. Каких слов не говори, тварь я дрожащей право имею, от слезинки ребенка, о том, что если Бога нет, то все досволено. Вспоминая, к примеру, Федора Михайловича Достоевского, не только его. Вот человек действительно, великий писатель, как это все прочувствовал по личностной вере во Христа, как это высказал, какие романы предупреждающие написал и что? Это что-нибудь изменило? Это предотвратило, может быть, 17-й год? Это предотвратило реки крови, миллионные жертвы, страшнейшие беззакония в нашей же истории, можно сказать, в контексте ее христианской же истории. Нет, не предотвратило ни в коей степени. Потому что хоть ты великие романы напиши, хоть великие слова скажи, а обратись к Евангелию, там уже все сказано 2000 лет назад. Пока сам человек не обратится к истине, не прочувствует, что без нее действительно, без Христа все бессмысленно. В самой Евангелии свидетельствует о том, что Господь многие вещи втайне осуществлял, совершал и говорил, никому не рассказывай, там исцеленному и так далее. Чаще всего его не слушались. Это тоже понятно по-человечески, раз такое чудо произошло, как не рассказать другим. Но толку-то, пока само сердце конкретного человека не склонилось к вере, к жажде спасения. Ну вот Господь и к этому примиряется. Хотя спасение дано всем. Господь действительно и каждому народу, безусловно, примиряется. И каждому человеку, и ко всем обстоятельствам нашим житейским. И это все по его великой любви. Что Господь хочет от нас? В чем действительно тайна выбора нашего в пользу спасения во Христе? Или, в общем-то, по сути, отказа от спасения? Если кратко сформулировать, пытаться, можно сказать так. В ответной любви ко Христу. Что мы можем принести? Какие великие дела совершить? Ну, кому что дано, кто какой выбор осуществил, кто чему склонился. Но это все не имеет такого решающего значения, насколько тот или иной человек может какие-то великие дела послужить и вообще послужить. Примеры есть. Наш дорогой, новопредставленный отец Дмитрий. Это великий пример служения Господу с полной самоотдачей и без всякой перемены в этом служении. Без всякого малодушия, без всякого выгорания, о чем сейчас модно тоже порой примеры приводить и рассуждать. Нет. Кто его знал ни один год или ни одно десятилетие, кто сподобился этого, слава Богу, подтвердят, что он был неизменен в своей вере и в подвиге служения. Это удивительный пример. И это говорит о том, что это возможно. Не всякий может сподобиться, не у всякого, можно сказать, талантов, силы и веры хватит. Но одновременно можно сказать, что вот реальный пример, никакая не сказка, никакая не фантастика, никакое преувеличение. Это действительно реальный, совершенно абсолютно реальный пример, когда человек из ответной любви ко Христу действительно оказывается способен всю жизнь, всего себя ему посвятить. Это нам пример, живой пример, не мертвый. В этом смысле смерти нет, смерть побеждена. Это для нас живой пример, чему у кого учиться во Христе, и что это действительно возможно, и выбор этот возможен в сторону спасения истины во Христе каждый день нашей земной оставшейся жизни. Господи, истина, помоги нам в этом выборе в пользу истины. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.